Итак, вот у нас есть модель самолета. Она уже отмасштабирована. Тот размер, который нам нужен. Это полигональная сетка. Видим, что выделяю объект в его свойствах. Пропитис, OpenMesh и даже имя заданное ей этой сетке. Кстати, имя можно менять. Любому объекту можно задать свое имя. И давайте начнем с крыла. Давайте скроем все остальное. Вот что мы видим. Крыло у нас, когда мы щелкаем непосредственно по крылу, видим, что выделяются еще и какие-то части отдельные. Это связано с тем, что когда моделировали это крыло, то как-то, видимо, не специально связали эти части воедино. Само описание полигональной сетки – это описание набора точек. И в этом наборе точек описывается, какие из точек составляют какую грань. То есть, берется там, допустим, три точки, и раз эти три точки составляют набор, значит, у этих трех точек будут они объединяться в грань, которая будет показываться какой-то плоскостью. Для Mesh, для полигональной сетки, совершенно не важно, где эти точки находятся. То есть, она может быть такой вот разобщенной. Поэтому нам нужно, чтобы нам не мешали все эти ненужные части, их отделить. Для этого есть специальная команда. В меню Mesh – полигональная сетка. Mesh Repair Tools, то есть инструменты восстановления, коррекции полигональной сетки. Есть такой вот Split Disjoint Mesh пункт. Это значит, разбить несвязанные части полигональной сетки. Вот мы его указываем. Все, так как у нас было выделено, он уже разбил. Вот мы видим, что одна выделенная сетка была разбита на 12 сеток. Вот как много там было всего. То есть, вот возьмем одно крыло, остальное, в общем-то, можем скрыть. Давайте мы выделим все, разводим эту. Можно отмасштабировать вид по объекту, чтобы все было видно. И вот видим, что здесь есть дырки. Значит, дырки можно увидеть двумя способами. Ну, во-первых, стоит обязательно сказать, что есть специальный инструмент, который вот в выбранном режиме отображения, вот сейчас у нас шейдер стоит, будет нам показывать обратные стороны. То есть, если мы разворачиваем поверхности, чтобы они развернулись не в зеркальном отражении, а правильно, нужно понимать, какую сторону мы разворачиваем. То есть, у поверхности есть лицевая сторона, есть обратная, тыльная. И у сеток точно так же. То есть, давайте мы хотя бы увидим, где же здесь тыловая сторона. То есть, мы заходим во вкладку дисплей, если этой вкладки не видно в свойствах. И вот здесь наши теренки щелкаем, либо панели и дисплеи выбираем. И здесь есть такая опция, значит, вот в свойствах объекта Color Back Faces. То есть, подсвечивать, подсвечивать цветом обратные стороны фейсов, грани. Мы ее щелкаем, у нас появляется выбор, меню выбора цвета. По умолчанию стоит серый, но и там и так серый. То есть, не совсем понятно. Поэтому я всегда меняю этот цвет на какой-то другой. Я выбираю обычно вот такой цвет, он мне напоминает обратную сторону ДВП. И вот теперь, ну можно любой другой цвет, какой вам понять. Мне этот цвет сразу становится понятно, что к чему. То есть, вот я вижу. И есть еще один инструмент, чтобы показать точно. Значит, анализ Edge Tools, инструменты краев, Show Edge. Выбираем, чего именно. Появляется такая вот менюшка плавающая. То есть, он по умолчанию стоит в режиме All Edge. Показывает все края. Но нам нужны только Nike. Только открытые, голые края. Вот. И вот мы их видим. Мы можем даже приблизить по ним. Вот. И в данном случае, может быть, нам поможет инструмент, который позволяет автоматически залить все отверстия. Давайте мы его проверим. Это значит, меню Mesh в полигонали сетка. Mesh Repair Tools. Fill All Halls. То есть, если Fill Hall, это каждую дырку, которую мы хотим залить, нам придется указывать отдельно. Fill Halls, это залить отверстия, закрыть отверстия. А Fill All Halls, закрыть все отверстия сразу. Вот. Давайте выберем его. Укажем, что именно. И вот он нам залил отверстия. Но видим, что здесь вот появились какие-то неприятные градиенты. Это чаще всего признак того, что какие-то проблемы есть. И какие-то прозрачности появились. Скорее всего, это потому, что нормали полигонов у этой сетки теперь смотрят, но не совсем в правильных направлениях. То есть, поэтому Райна не может его корректно отобразить. Это исправляется очень легко. Снова идем в Mesh. Mesh Repair Tools. И выбираем Unify Normals. То есть, унифицировать нормальные. У чего? Подтверждаем. Все. И все прекрасно показывается. Видим, что отверстий никаких нет. Закрываем. Проверить, есть ли отверстия. Кстати, можно еще одним способом. Идем в Analyze. Mass property. Свойства массы. И Volume. Объем. Почему объем? Если он не вырвался, а вот объем просчитал, значит дырок нет. Если бы он спросил, мерить все-таки. Если бы вышло диалоговое окно. Потому что есть отверстия. То были бы проблемы. В данном случае нам повезло. Все отлично. Так, ну теперь запускаем Grasshopper. В параметрах берем полигональную сетку. Mesh. Правой кнопкой по ней. Set one mesh. Сама эта сетка нам не нужна. Мы ее скроем сразу. Так, и теперь нам нужно из нее взять габаритный контейнер. Именно одной из сторон которого мы все порежем. Берем Surface габаритный контейнер. Вот он у нас. Но в данном случае у нас очень удачно лежит само крыло. То есть вот он находится прямо по X и по Y. Точно. А оно ведь может как-то под углом находиться. Как угодно. То есть допустим. Давайте временно его так повернем. Вот по произвольным углом. И видим, что габаритный контейнер тогда у нас будет смотреть. Как бы под углом. То есть он будет резать так вот вдоль оси Y. А нам бы желательно, чтобы он резал каким-то нужным нам углом. Поэтому мы сделаем так, чтобы это было более универсальным. Ну, следующие объекты, которые будут находиться не строго по X и по Y, мы сможем развернуть тогда. То есть мы зададим. Вот здесь в габаритном контейнере есть такая плейн. То есть в какой плоскости он должен лежать. Вот давайте мы возьмем стандартную плоскость X и Y. Единственное, что надо знать оригин. То есть точку отсчета координат. Точку начала координат. Для этого мы возьмем. Вот в серфейсах есть такой вот объем. Волюм. Вычислить объем. То есть мы из этой геометрии вычислим. Сейчас вот центроид. То есть центр объема. И вот это и будет у нас в оригин. Иначе, если бы мы оставили плоскость стандартную, то при повороте плоскостей у нас все бы вокруг нуля вращалось. То есть радиус вращения был бы значительно больше. Это нам не нужно. Нам нужно, чтобы хотя бы относительно объекта. Тогда нам легче будет потом настроить. И еще в векторах возьмем вот такую вот вращать плоскость. Плейн. То есть вот этот плейн исходный, который находится у нас вот в точке объема. Мы его, так давайте сразу здесь вот правой кнопкой выберем на угол дегрис. Потому что по умолчанию здесь в радианах, чтобы в градусах мерил. Двойной щелчок. 360. Даже можно сразу сделать edit ей. И максимум выставить 360, чтобы не было слишком много. Вот так вот. И можно на 0 поставить. И в таком случае, что мы получим? Вот так заводим сюда в плейн. И мы можем теперь вот, меняя угол, можем поворачивать наш габаритный контейнер. Если неудобно нам слайдер слишком, мы можем растянуть его. То есть он будет гораздо более мягко менять значение. Либо поставить здесь, отредактировать его. То есть чтобы был не целый числый интегрер, а точка с плавающей запятой. И выбрать даже количество точек после запятой можно. Не 3 допустим, 2, 1, как угодно. Тогда будет еще мягче. Вот. Это мы отрегулировали. Теперь давайте все-таки вернем назад, чтобы наше крыло никак не менялось. Поставим здесь на 0. То есть понятно все. Теперь она у нас может двигаться. И для удобства, чтобы не путаться впоследствии, лучше сразу это дело подписать. То есть я правой кнопкой щелкаю и наберу ему... Так, это... Поворот контейнера. Пусть будет... Будем надеяться, в будущем это будет понятно. Так, сразу поаккуратнее, чтобы потом не мучиться. Так, но нам нужен не весь контейнер. Нам нужна лишь часть его. То есть нам нужна одна грань, которой мы и будем все резать. Значит, мы возьмем в серфейсах вот такой есть деконструкт. То есть разобрать. Брэп, вот это оболочка. Разобрать оболочку. Это можно сразу скрыть, чтобы не мешалось. Потому что у нас теперь вот это тоже будет показываться. У нее есть, значит, фейсы, грани, edges, края и вертис вершины. Нам вертисы не нужны. Нам нужны только фейсы. Берем, значит, наборы, элементы списка. Можем даже это дело скрыть сразу, чтобы не мешалось. Вот элемент списка. Получая здесь ноль стоит. Давайте возьмем с десяток. Вот так вот. Индекс. Вот это значит нулевой. Первый. Второй. Третий. Вот нам нужен вот этот элемент. Именно его мы от основания крыла туда потянем. К окончанию крыла. И еще нам понадобится... Давайте вот это скопируем. Нам понадобится какой-то из краев. По которому мы будем все это дело тянуть. Вот в данном случае нулевой у нас вполне годится. То есть вот мы можем их перебирать. Вот нулевой нам в данном случае подходит. И чтобы в будущем нам не два слайдера перебирать, а всего лишь один, мы сделаем зависимость. В математике возьмем вычитание. Тройку. Так как она будет меняться. Так вот ее будем вычитать. И из этого. То есть вот этот элемент нам не понадобится. И давайте проверим. То есть мы возьмем... Будем перебирать элементы. Так. Два раза шло. Три раза шло. Четыре шло. Сошлось. В общем все разы не зайдется. Но нам надо лишь чтобы было несколько направлений всего. То есть допустим вот третий в направлении по x шестой в направлении по y и еще один, чтобы по z у нас совпадал. Так, ну давайте. Так, по z. Сейчас посмотрим. Здесь не хватает нам значений. Давайте поставим. Сколько их там всего? 12. Давайте максимум 12 поставим. Так. И вот. Третий, шестой и одиннадцатый. Мы можем, например, чтобы вот не перебирать их таким образом, взять в параметрах вот такой список значений. Нажать на него правой кнопкой Edit. И будет значит третий, шестой и одиннадцатый. То есть таким образом можно, например. То есть вот смотрим три значения. И можно их и подписать соответствующие. То есть допустим это у нас по x. Давайте edit. Здесь вместо one напишем x. Второе значение будет у нас по y. Значит, edit вместо two напишем y. А вместо три z. z. И можно подписать сразу его там. на направлении реза, например. Ну и все. Теперь мы можем автоматически выбирать направление. и здесь, чтобы допустим вот тоже такая штука не мешалась, мы можем прямо подписать правой кнопкой назначения set data item три прямо указать ему конкретно. Если мы подведем сюда какое-то еще, то это значение будет игнорироваться, а значение того слайдера, который подвели, будет учитываться. Как слайдер удалим, снова будет вот введенное принудительное значение. Ну, в данном случае все. Будем считать, что с управлениями мы определились. Все. Будет так. Почему многогабаритный контейнер, а не что-то другое? Например, можно же было сделать там вектор, который будет отсюда исходить. Потому что нам всегда нужно знать точную длину вот нашего изделия конечного. То есть, вот эта эта грань всегда нам будет показывать ну, какую именно кривую, вот откуда-докуда нам надо изрезать на части. Давайте, кстати, этим займемся. Возьмем кривая. Разбить на участке вот эту вот кривую. По умолчанию здесь стоит 10. Можем поставить какое-то любое другое значение. Все будет меняться автоматически. И нам нужно знать направление вот этой кривой, потому что давайте возьмем вот концы, конечные точки этой кривой и выясним, где начало и где конец у нее. То есть, точка начала вот, точка конца наоборот. Мы построим отрезки, по которым мы будем сдвигать нашу вот эту вот грань нашего контейнера. И сдвигаясь, она у нас образует вот эти вот плоскости, которые будут резать нам наш контейнер. Итак, строим, значит, наши отрезки, по которым мы будем сдвигать. То есть, давайте сразу покажу. вот в трансформации есть такой вот мув перемещения. То есть, мы вот эту штуку, эту геометрию будем сдвигать. Что нам нужно? Нужно нам вектор трансформации. То есть, отрезки и будут задавать тот самый вектор трансформации. То есть, мы берем кривая, вот он, прямая линия. Значит, из точки так, секунду. Вот точки начала нам надо. Из точки начала и до каждой из этих точек вот он нам будет создавать такие кривые. Давайте сразу проверим. Так, возьмем набор элементов списка и пройдемся по списку. чего он нам насоздавал. Так, вот эту штуку скроем и скроем вот эту, чтобы нам видно было. Так, и вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Отлично. Все. Годится. Значит, нам нужно перебирать вот из этого списка элементы. Иначе, если мы будем motion делать вот так вот по какому-то из одному, то нам всего лишь один будет копироваться. Нам нужно, чтобы эти копии было столько, сколько мы задали раз вот этот вот рез сделать. То есть, давайте мы сделаем тогда серию. Вот, в наборах sets мы берем серию. Какое количество нам нужно? То есть, конкретно указано вот здесь, вот в количестве. Давайте, давайте сразу подпишем, чтобы было понятно, о чем у нас речь. Давайте. Количество резов назовем, например. Вот. 6 резов у нас должно быть. Значит, количество вот этих вот в серии, количество элементов должно быть такое же. Начинается по умолчанию с нуля и шагом один. То есть, вот мы сюда заводим серию индексов. Это нам уже не понадобится. и вот мы получили регулируемое количество резов. Вот, можем сделать больше. На самом конце нет смысла чего-то резать, потому что здесь у нас всегда будет гладкое. Если есть смысл, тогда давайте сделаем математическую привязанность. то есть итак, нам нужен на один больший элемент. Значит, мы берем сложение математическое и к этому прямо конкретно в него впишем 1. Все, и у нас будет количество на 1 больше. Вот, тогда будет вдруг здесь будет какой-то прямоугольный рез, тоже такой вот всегда он тоже будет пересекаться. Так, с этим мы разобрались. Все, сохраняем. Потому что как только что-то мы сделали удачно, сразу сохранять. Это нужно всегда брать за правило. И вот теперь мы уже можем спокойно давайте проверим как у нас направления работают. Нет? Вот, видим и проблема образовалась. АПЗ АПЗ все тоже чудесно режется. Так, потому что у нас направление кривой, видимо. Давайте сделаем так, чтобы можно было выбрать это направление. Так, давайте, значит, кривая и ее, обратить ее направление Flip. То есть, вот у нас кривая. так, то есть, чтобы у нас было несколько вариантов. Мы идем в параметры, берем вот такую вот кривую и ее обращенное направление. Так, то есть, давайте, вот так, Ctrl-Shift-ом мы ее переключим и вот так вот заведем. То есть, эффект получится тот же самый, только у нас вот так, чтобы она не мешалась, мы в сторону оттащим вот таким образом. И вот мы увидим, что у нас получается. мы сделаем список из нее. Возьмем sets, список, возьмем один элемент и второй элемент. То есть, вот у нас заходит два элемента в список, а выходит у нас один элемент из списка. Нулевой. потому что здесь по умолчанию ноль стоит. Давайте возьмем тоже такую вот штуку, этот список значений и сделаем управку. То есть, первый будет ноль, потому что начинается список всегда с нуля. Второй это один. Вот, и смотрим. Так, ну и сейчас рано, потому что мы еще никуда этот список не завели. То есть, вот вместо вот этого мы сюда. Единственное, что вот так вот. Так, сейчас он у нас пишет ошибку. Так, давайте мы переместим сюда, а потом куда-нибудь в другое место, где у нас все управление будет. И обзовем сразу направление. Так, может, смена направления. Вот так назовем. Смена направления. И можно подписать даже. Там, допустим, вводит вместо one написать прямое, например, а здесь обратное. И в случае, если у нас не будет совпадать, мы сможем переключаться. То есть, давайте посмотрим по икс. Так, что теперь у нас не нравится. Нулевое значение выходит. Так, потому что вот я кривую случайно должно жбать два первых элемент и с шифтом второй элемент. Вот, теперь все правильно. то есть, давайте теперь по y совпадает, по z видим, тоже не совпадает. Напрямую переключаемся. С другой стороны, зачем нам выбирать руками направление, когда можно все сделать автоматически. Давайте еще раз проверим. Вот, в одном из направлений у нас он начинает неправильное. неправильную сторону двигаться. Значит, давайте сделаем так, чтобы это автоматически менялось. В направлении реза мы указали значение 3, 6 и 11. Вот, 6, давайте посмотрим, вот, неправильное направление. Это как раз y. Вот, когда это значение будет у нас указываться, когда мы будем выбирать значение, которое на выходе будет давать шестерку, оно и будет переключаться. Значит, мы в математике берем такой оператор равенства и сюда вот заводим наш номер. Сравнивать его будем с шестеркой. Давайте укажем 6, вот так вот, либо прямо сюда можно ввести, наверное, чтобы вошло. прямо введем 6. И теперь, когда эта цифра будет равна 6, на выходе будет даваться у нас true, то есть единица, а false это 0. Вот и отсюда будет выбираться автоматически. Давайте проверим, то есть когда у нас этот параметр выдает 3 у нас равенство false 0. То есть для гроссхопера единица и true истина это одно и то же и false и 0 это одно и то же. Вот и получается, что сюда будет подаваться либо 0, либо единица. В общем, какое бы направление мы теперь не указали, везде у нас правильно. Молодцы, сохраняем. Теперь можно получать уже непосредственно сечение. Это нам уже не надо. Можно удалить. Берем направление, допустим, изначальное по x и значит вот эта геометрия у нас будет пересекаться с исходным крылом. Давайте это можно отсюда скрыть в райна. Идем в интерсект пересечения находим значит mesh и mesh потому что mesh ничего как кроме с кривой нельзя пересечь. То есть исходный объект у нас и так в mesh то есть мы берем и его заводим в первый mesh. Второй по идее надо бы преобразовать сначала в mesh но если мы попробуем то увидим что он автоматически преобразовывается. То есть Grasshopper в этом плане оказался молодец и сжалился над нами. Даже можно вот эти наши объекты можно скрыть превью чтобы чтобы нам видны были одни лишь только наши резы. попробуем поиграться количеством резов. В принципе довольно-таки шустро их меняет. Можно отредактировать и сделать их сколько угодно хоть сто например. кей. То есть вот как видим все шустренько работает. Сохраняем. Теперь поехали дальше. Это у нас будет основа для балок. То есть давайте из них попробуем сразу выдавить балки. То есть мы берем экструд. экструзия и из них будем выдавливать но в каком направлении. Давайте для направления зададим ему конкретный вектор потому что те отрезки чтобы мы создавали все разные длины и соответственно будут на разную величину экструдироваться. Нам надо чтобы на одно было. Возьмем кривую SDL то есть которая имеет начало направления и длину. У нас габаритный контейнер у него есть грань. В этой грани мы возьмем вот в поверхностях есть площадь и в этой площади есть центр центроид. Давайте его поближе сюда подвинем. Это будет точка старта. направление направление у нас будет давайте в принципе можно взять любой отрезок давайте возьмем любой отрезок вот из этих линий так только видим что длина 0 то есть надо какой-то другой взять давайте попробуем взять например первый наведем поддерживаем вот видим что длина есть то есть для направления нам сгодится так а длина это у нас ну допустим давайте 40 для начала возьмем балка будет 40 миллиметров так и что еще какая проблема здесь у нас скорее всего очень много этих отрезков создалось потому что у нас почему-то здесь выходит в виде дерева если мы его правой кнопкой флатен то их будет экструзии 7 так количество резов 7 8 да у нас так это потому что последнюю нам экструдировать не из чего потому что вот здесь же у нас просто нет пересечения нет касания так что все правильно если бы здесь была плоская оконцовка то тогда было бы ровно 8 как мы задавали и вот эти экструзии они по умолчанию не имеют крышек ну то есть это просто поверхности она нужна чтобы твердые тела были мы идем в surface и вот здесь такая есть cup holes то есть закрыть отверстие вот эти можно скрыть экструзии и вот мы уже имеем наши готовые балки то есть если мы сейчас закроем расхопер то мы увидим вот наши 8 балок давайте это вернем следующая проблема это то что давайте на виде сверху посмотрим у нас выходит за границы крыла наши сечения наши балки то есть это потому что экструзию мы произвели в направлении по x а надо в обратном направлении то есть вот давайте вот здесь direction мы поменяем на противоположную идем в кривую здесь вот у нас flip обратить кривую и меняем ей направление то есть все теперь они у нас в пределах то есть общая геометрия не искажена но балки на начале крыла и на конце крыла нам все равно понадобится на начале как минимум надо крепить его то есть нам придется я так понимаю он не построил их потому что не считает что здесь есть пересечения но на конце понятно там точка близкая к нулю а на начале видимо он не видит этого пересечения вот такое тоже бывает как ни странно значит нам нужно будет просто взять и плоскость вот эту которую мы потом копировали ее вот эту плоскость просто сместить на вот это небольшое расстояние у нас даже все уже есть на расстоянии которое мы указывали 40 миллиметров толщины давайте значит мы только мы его обратили направление нет видим хвостик торчит а мы без обращенного направления его так и подвинем давайте возьмем трансформ перемещение его тогда вот так скопируем вот так направление так оставим не не обращенное вот это у нас будет перемещение а само геометрию мы возьмем вот она у нас вот и тогда мы сможем взять пересечение пересечение вот так скопируем и вот это у нас вторая геометрия войд вот ее можно скрыть вот оно наше пересечение и для того чтобы оно так же экструдировалось выдавилось его всего лишь надо добавить сюда вот в этот же список в этот же список пересечений и тогда оно выдавится вместе с ними а заодно когда мы их начнем нумеровать она тоже будет у нас в списке с нужным номером то есть мы идем в набор нам нужно вставить insert внедрить элемент то есть мы берем вот этот наш начальный список из 7 элементов так теперь значит значит индексы для внедрения и в какое именно место а у нас оно получается должно быть первым ну то есть индекс нулевой давайте поставим сюда set integer 0 и посмотрим ну теперь вместо вот этих значений нам надо будет общее что мы получили ничего мы не получили экструзии есть так так 7 элементов так то есть и из списка выходит вот смотрим линейная кривая откуда то у нас взялась очень интересно куда у нас взялась линейная это значит прямая давайте выяснять вот вот он наш список давайте так вот посмотрим начиная с нуля вот нулевое значение первое значение первое значение это вот вот это вот какая-то фигулечка там второе значение полное так то есть он считает что там у нас недоразбилось что пересечение как бы обрывается и начинается заново в общем я так понимаю что он посчитал что это плоскость маловато иначе тогда я предлагаю эту плоскость нам просто взять и увеличить в трансформациях мы возьмем такое вот масштабирование геометрии и вот эту нашу начальную плоскость вот она наша мы ее вот так центр ее где-то у нас там есть ее площадь уже готовая вычисленная чтобы нам тысячу этих элементов не делать вот кстати если здесь нажать F3 то можно уже искать так давайте вот вот и начал арм набирать и вот здесь я щелкаю на элементе и он мне показывает где этот элемент находится вот прямо центроид его я возьму и сюда а фактор здесь стоит 05 давайте попробуем например если я на 9 введу будет до единицы вот фактор единица и вот видим что чем меньше фактор тем он меньше будет делать так то есть получается что у нас стоял 05 это значит половина от него уменьшал он единица это значит он точно такое же по величине а нам надо чтобы он увеличивал значит нужно увеличить максимальное значение ну давайте до 2 увеличим и посмотрим что у нас будет да вот 2 это значит в 2 раза он сделать больше все нас устраивает значит мы все параметры которые заходят сюда нам нужно их переместить так вот я все сразу ctrl shift зажму и перемещу но сейчас конечно будет ошибка потому что саму геометрию надо конечно назад так и центр еще у нас тоже исказился то есть вот вернуть его на место все и теперь мы видим что экструзия у нас получилось все значит нашу масштабированную штуку можно скрыть и это в принципе тоже и давайте посмотрим что получилось значит вот они наши список можно проверить кстати сразу взять список элементов давайте так с десяток первые списки 0 2 3 и так далее по списку пошло все все мы правильно сделали сохраняем теперь у нас такая же история с оконцовкой крыла то есть здесь тоже нужно что-то сделать какой-то должен быть выступ то есть в принципе мы сделаем то же самое только наоборот нам нужен не первый элемент списки а последний и мы его в обратную сторону отведем и выдавим по нему то есть вот эту геометрию нашу масштабированную мы ее передвинем ближе к концу крыла не до самого конца а не доходя как раз на расстояние выдавливания не доходя 40 миллиметров мы строили уже линию здесь такую вот DSL вот она у нас есть как раз зададим величину которая у нас то есть мы измерим длину самого длинного отрезка так давайте в принципе даже у нас еще есть полностью так он у нас вот мы его вот непосредственно он не хочет ему показывать возьмем кривую и так подведем да все это он мы видим в принципе можно даже вот его так туда так нам нужно определить его длину кривая вот она длина и вот прямо ее уже скопируем только длину возьмем вот эту вот так но нам надо чтобы длина была чуть-чуть короче правильно мы не до самого конца а чуть-чуть то есть на величину выдавливания отступим то есть мы в математике возьмем вычитание и из этой длины вычтем где там наши 40 миллиметров так 40 миллиметров сейчас секунду просит так f3 40 не найдет нет не найдет это у нас слайдер так давайте так вот вот он 40 миллиметров нашелся наш слайдер берем и сюда заводим так то есть длина будет чуть короче вот чуть короче и значит вот эту нашу геометрию мы трансформ перемещение эту геометрию мы переместим на вот этот вот вектор потом мы выясним пересечения прямо скопируем с предыдущего так это можно скрыть и единственное что нам ее нужно выдавить наоборот либо его сместить до конца и сюда выдавить нет все-таки наверное наоборот если есть возможность то это можно прямо сделать элементом который такой формы и будет то есть на каком-то фрезере а эти досочки у нас пойдут так вот от середины например до нее так то есть можно сделать регулируемую величину так то есть мы возьмем экструзию вот прямо можем отсюда скопировать сразу с этим только направление у нас там обратное было мы возьмем не обращенное направление вот это вот только экструдировать будем мы не то что у нас исходное было а вот это наше пересечение так получится то есть тогда мы по крайней мере попадаем по длине в принципе балки нам нужны лишь для того чтобы самим понять как они идут конечные продукты это будет у нас просто кривые то есть это просто лекала которые будут лежать на плоскости и там все эти объемные вещи будут не важны то есть можно в принципе даже оставить и так теперь займемся противоположным направлением то есть сейчас вот у нас они вдоль фюзеляжа поперек крыла а мы займемся теми которые будут вдоль крыла поперек фюзеляжа в принципе все то же самое все у нас уже есть можно было в принципе вообще просто поменять направление тот который у нас сейчас по x мы можем переменить на y и получить те же самые балки но уже в другом направлении но нам нужно чтобы они были одновременно то есть мы давайте вернем на место направление то есть вот все что у нас здесь создано дальше вот этого нода который делает деконструкцию все нам понадобится так стороночку тянем и скопируем единственное что мы поменяем здесь направление наше так где они у нас прячутся вот мы меняем направление с x на y и количество балок резов ну наверное 8 это уж чересчур давайте попробуем что-то в районе или можно визуально подобрать визуально правда иногда когда слишком сложная конструкция может тормозить ну вот 3 балки я думаю это будет даже то есть у нас получается здесь в начале есть немножко ну пусть будет так то есть вот такое количество сохранимся так и теперь нам нужны собственно не сами балки по себе балки нам так для того чтобы мы видели как бы визуально что у нас творится можно даже вот исходную конструкцию так вот превью ей скрыть и увидеть что у нас там так и вот еще здесь у нас элементы тоже нам мешаются когда конструкция становится слишком большой уже становится неудобно по ней туда-сюда двигаться чтобы что-то найти поэтому либо надо подписывать все либо выносить куда-то в какую-то область и есть правда еще такой джамп там такие перемещалки такие вот эту скроем тоже то есть можно с одного места скакать на другое вот и теперь мы найдем пересечения ну не самих балок а пересечения пересечений так скажем то есть нам нужно найти где вот эти вот кривые пересекаются с кривыми противоположного направления чтобы на места состыковки сделать вырезы чтобы они могли эти конструкции вырезанные один в другое входить в общем чтобы сделать пазы то есть по сути нам нужны вот эти кривые так это что у нас тут в общем должны быть аналогичные кривые кривые пересекаются сечения нам понадобятся получается что у нас в отдельных списках так вот наверное вот так вот да мы же здесь присоединяли включали сюда вот insert у нас так значит и здесь на дублированной вот этой штуки так возьмем сюда тоже подставим вот они у нас практически все что нам надо даже вот эти наверное мы отсюда уберем так вот это наверное нужно добавить в список то есть вот сюда вот то есть можно прямо взять и скопировать вот то добавление то есть вот у нас есть единственное что мы к этому списку будем прибавлять вот уже к новому списку значение какое будем сюда прибавлять так давайте вытащим туда вот вот это значение мы будем прибавлять а на место индексов вставим самый конец вот как нам указать самый конец ведь у нас здесь может быть разное количество наших элементов правильно поэтому мы вычислим из этого списка с предыдущего количество элементов в этом наборе есть такая длина списка то есть давайте щелкнем чтобы видно было куда зелененькая наша пойдет штука то есть вот наш список мы заводим в длину списка и на выходе получаем 8 элементов то есть если мы поставим индекс 8 а счет у нас в списках начинается с нуля как раз это должен быть наш последний элемент и вот мы видим что вот он наш список весь целиком так а здесь у нас что вот этот без первого вот не вошел у нас потому что с ним надо бы провернуть такую же штуку то есть вот добавить сюда этот индекс первый то есть мы по аналогии здесь то же самое делаем можно даже чтобы вот не мучиться чтобы было быстрее вот этот отдельный нам теперь уже не нужен так и это мы тоже так давайте так будет проще мы это вот вообще всю конструкцию удалим и заново ее скопируем вот и переставим снова направление и количество у нас здесь 5 было вот и посмотрим что у нас там вот видим все они у нас уже есть включая первый все в принципе нам даже вот эти наши балки сейчас будут только мешаться глаза нам лезть поэтому мы можем так взять все кроме последнего списка и просто скрыть вот а чтобы нам во-первых получить места пересечений мы сейчас не знаем нам только визуально мне кажется что мы видим давайте мы из них сделаем поверхности вот которые по краям кривых и можно даже поближе все это дело и то же самое здесь вот а теперь мы уже можем легко получить пересечение вот этих наших вот интересно получилось 4 локальных значения он всего нашел то есть он последовательно взял из одного списка и из другого нам нужно чтобы эти списки перепробовали каждый свой элемент то есть перебрали все элементы в одном списке все элементы в другом списке потому что иначе он думает что нужно завести значение из одного списка и пересечь его с значением из другого списка и так далее мы идем в списки и здесь есть такой вот кросс референс то есть нам нужно вот этот список и этот список чтобы все все значения пересеклись поэтому мы вот его подставляем сюда вот так вот и теперь мы видим что вот они у нас все пересечения есть вот теперь мы уже можем проектировать пазы тоже все не совсем так просто как хотелось бы нам придется построить здесь такие цилиндры пресечения которых с этими поверхностями дадут нам нужную форму паза иначе все получится еще сложнее значит давайте найдем середочки наших кривых чтобы у нас пазы ровно посередине рассекали наши поверхности на две части значит мы идем в кривые берем вот эту вот штуку точка на кривой вот она у нас ровно посередине но видим что уже дерево данных пошло но позже если нам будет если нам это даст проблему мы это дерево данных давайте сразу по флатану сделаем просто будет список последовательно потому что нам не нужно чтобы было здесь если здесь было 31 значение чтобы было 31 умножить 31 значение или что-то в таком роде вот то есть середину мы нашли теперь давайте значит от этой середины и до начала кривых построим отрезки ну то есть разобьем иначе нам придется извлекать отсюда диапазон снова то есть еще сложнее конструкция будет так пардон давайте вот берем отрезок берем эти наши кривые давайте выясним где у них начало вот интересно да смотрите значит участие кривых начало в одном месте а участие в противоположном месте вот для градхопера это совершенно нормальное явление сам же нарезал эти плоскости и тем не менее вот они вот по какому-то принципу перескакивают туда-сюда то есть то есть простой вариант нам не годится давайте тогда сделаем по-другому мы из этих точек построим вертикальные кривые возьмем в кривой вот это наша любимая кривая линия sdl то есть вот как раз мы знаем откуда она стартует direction это мы идем вектора в направлении вот в данном случае по z так ну а длина это вот здесь по умолчанию стоит 1 ну наше лучшее 1 мм это конечно никуда не годится и здесь бы нам конечно можно было вычислить у каждого но в данном случае можно взять длину какую-то прям вот максимальную и тогда это нам позволит дать то что они не окажутся случайно чуть короче потому что если это будет чуть короче там какие-то вырезы ненужные получится а нам в данном случае если наш цилиндр пойдет от середины и хоть до бесконечности вверх будет только удобнее так давайте мы во-первых определим направление то есть у нас у нас есть габаритный контейнер вот в самом начале создали габаритный контейнер где-то у нас вот который и дает нам знание о том максимальное значение где оно вообще какое оно может быть максимальное значение то есть один из этих краев и будет максимальным значением вот наше направление вот оно реза и у нас здесь прямо вот указано конкретно что Z это вот одиннадцатая одиннадцатый край то есть если мы например так возьмем списки элементы списка то есть вот наш список здесь конкретно указано одиннадцать можно таким образом написать одиннадцать или прямо прописать вот здесь жестко прямо сразу все одиннадцать все и вот он наш одиннадцатый край где он нас красавец наш не хочет отображаться давайте попробуем таким образом бейк и последний созданный элемент и вот видим что да направление как раз то что нужно так самого кривая ни к чему вот наш элемент вот и на его длину мы будем ориентироваться то есть возьмем кривой определение длины и вот это нам даст гарантию того что этот наш наша линия гарантированно будет длиннее так давайте по один босс мы скроем он нам прям прикрывает все вот этот наш элемент тоже нам пока мешается потому что длину надо было сюда завести точно все вот на такую величину нам вполне годится наш цилиндр то есть мы берем так вот в примитивах вот наш цилиндр бейс так а если нам вот привязать это вот к началу ведь у нас здесь не указывается ничего откуда им начинаться сейчас проверим так радиус давайте для начала поставим 10 так а радиус наверное будет точно такой же как ширина вот нашей доски правильно значит нам тогда нужно взять наши 40 миллиметров вот он наш слайдер числовый и вот сюда его и завести в радиус вот а длина у нас будет вот та же самая все вот они наши цилиндры которые начинаются строго в середине линии так давайте на крыло взглянем с какой-то другой стороны все вот именно так нам и надо все здорово давайте сохраним сделаем с вырезами конструкцию которую позже развернем и так нам нужно пресечения определить наших вот этих цилиндров с исходными поверхностями то есть мы берем наши вот эти вот поверхности где мы их там делали допустим вот эти вот которые идут поперек крыла крыла и пайпы давайте break key последние созданные вот значит теперь у нас есть поверхность а на поверхностях лежат кривые давайте чтобы было виднее скроем кое-что вот эти штуки вот эти надо щелкать прямо по картинке давайте теперь сделаем на поверхностях другого направления тоже вырезы но в другом направлении правильно то есть мы вот таким же образом берем вот это скопируем теперь нам вот эти поверхности нужны то есть мы делаем пересечения вот вместо тех вот вот так так но они у нас смотрят тоже вверх а должны смотреть вниз следовательно надо не с этим пайпом делать а с другим вот дело все в направлении то есть мы должны вот так вот сделать таким вот образом вот с этим но этот пайп должен смотреть в противоположном направлении то есть мы берем в кривую берем вот перевернуть кривую и вот окантал шифт сюда переставляем сюда направлении о вот чудесенько у нас все вот как прекрасно все получилось сохраняем теперь добавим обозначение на наши стыки наших пазов значит где они будут располагаться у нас уже есть вот даже сейчас они показываются эти точки вот середочки вот эти значит здесь мы возьмем и в дисплее у нас есть такие вот таги простой так и 3D так когда простой так будет запекаться в райна то там получится точка аннотации вот а 3D так нам хорошо виден в краскопере тогда мы сможем легко сориентироваться давайте для начала сделаем 3D так значит вот локация то есть место расположения здесь какой тут будет текст ну давайте просто оставим номера нам нужно количество этих точек знать то есть мы поставим просто пронумеруем эти точки то есть мы берем в наборах длину списка и вот мы узнаем количество точек вот сколько их здесь 31 точка и значит сделаем серию количеством 31 то есть вот он на выходе номера с 0 до 31 вот этот текст мы сюда и сделаем так и давайте он уже там текст есть просто его плохо видно потому что он очень мелкий давайте ему размерчик делаем побольше 50 например вот ну и что еще бы я сделал давайте сразу проверим как это же будет работать на так как это будет работать на простом текстовом таге то есть вот есть когда мы его bake то вот они в районе появляются эти точки аннотации которые замечательно разворачиваются с поверхностями единственное что меня не устраивает мне не нравятся вот эти нули никому не нужны мы пойдем в параметры возьмем здесь вот такой вот интегр то есть целое число и вот через него это дело и прогоним вот так и у нас тогда будут просто числа аналогичные здесь так и что еще вот кому не нравится нумерация с нуля то ничего страшного вот у нас в серии есть такой с чего начинать так скажем то есть давайте поставим здесь единичку и вот старт будет с единички если допустим вы уже пронумеровали что-то еще и эти номера должны пойти с какой-то другой цифры то соответственно здесь можно так вот едит нажать через правую кнопку выставить там какое-то максимальное число например если недостаточно и здесь пожалуйста любое ставьте хоть от 100 может начинаться хоть от 1000 хоть от миллиона что поставите так то есть вот мы все пронумеровали вот прямо смотрим вот 1 2 3 все они подряд у нас идут никаких не повторов ничего лишнего нету все замечательно сохраняем теоретически можно было бы автоматически это все развернуть но на самом деле на практике очень большая проблема с тем что вот у нас здесь кривые которые лежат на этих поверхностях то есть нам будет проблематично развернуть их проблематично будет поставить в нужных местах на развертках вот эти наши цифровые обозначения в общем очень много проблем а в район непосредственно это сделать просто элементарно вместо вот этого вот массы времени и сомнительного результата мы за 5 минут все это в район развернем смысла поэтому я не вижу дальше наворачивать эту конструкцию вполне достаточно она единственное что так как у нас будут здесь еще дощечки сверху лежат которые мы тоже пронумеруем чтобы в номерах не путаться мы к этим номерам добавим еще буквенное значение то есть давайте возьмем простую панель введем здесь допустим пас такое слово по-русски будет ли здесь вот такая мультилайн или нет вообще совершенно не важно в данном случае мы идем в наборы и в наборах есть такая работа с текстом и там можно одну надпись прибавить к другой надписи то есть это вот у нас конкатенация то есть вот фрагмент а и фрагмент б и в результате у нас будет вот такая штука то есть давайте сейчас немножко поменьше сделаем вот вот у нас к тому прибавилось еще пас вот так вот если вам нужно здесь к тому пробел там еще что-то подчеркивание можно добавить еще то есть вот оно все прекрасно добавится сохраняем и теперь слегка оформим то что мы сделали нам нужны только лишь вот эти вот таги которые мы будем запекать размер шифта может быть понадобится размер надписи сама эта надпись вот это все в общем кучкой мы можем перетащить я хватаюсь с левой кнопкой мышки не отпуская ее начинаю крутить колесико у меня масштаб уменьшается и тогда я могу более легко перемещаться куда-то давайте все сгруппируем сразу группу можно подписать либо добавить ей вот такой вот параметр утилит так вот подпись давайте надписи назовем можно вот так выделить вот эту штучку нажать посередине аккуратненько у нас и вот эту штуку выделим а в группе правой кнопкой щелкнем и это групп добавить в группу все вот это группа надписи у нас будет вот это у нас будет давайте тоже надпись сюда добавим так исходный mesh можно даже сделать чтобы допустим вот сюда может завести breb то есть не обязательно исходный объект должен быть в mesh пусть это будет breb мы можем автоматически вот так вот в mesh переделывать единственное что нам понадобится просто его так сюда соединить проводом и все и он будет то же самое то есть не важно это будет breb или mesh то есть в том случае если исходный объект давайте покажем его будет не mesh а в качестве narps поверхности нам достаточно просто будет вот так вот его set1breb выделить а потом вот сюда протянуть такую ниточку и все ctrl-v и исходный и подпишем нарпс так пусть будет может быть так будет понятнее тоже в группу его тоже в группу так и что нам еще может понадобиться поверхности мы будем здесь так превью уберем поверхности нам понадобится разворачивать вместе с кривыми на них то есть вот они наши поверхности давайте их тоже сделаем такую вот геометрию геометрия это такая универсальная вещь такая то есть все что угодно можно туда завести в этот параметр это очень удобно и нам понадобится вот так секундочку нам понадобятся те пересечения вот вот эти и вот эти да то есть мы вот так же их сюда вот с шифтом добавим все и это мы можем вот так же сюда перетянуть так и давайте добавим тоже надпись это у нас будет пазы да кривые пазов пазов ок так скрупируем выровняем то есть вот и если вам будут мешаться так все что здесь вот так лишнее отображается можно указать еще центральная кнопка которую под колесиком и так скрыть допустим так единственное что надписи нам совершенно не лишние давайте их превьюем все-таки сделаем вот теперь нам все прекрасно видно так и если вам мешаются вот эти вот нити сами можно так правой кнопкой щелкнуть и выбрать wire так секунду правой кнопкой щелкать на рядом с проводником самим с проводом и вот так вот wire дисплей то есть каким образом будут отображаться вот эти провода hidden поставить скрытые правда бывает что у некоторых надписей они так просто не скрываются то есть они вот на входах хорошо скрываются а на выходах не очень хорошо тогда придется каждую так вот прощелкать то есть на на входах перещелкнуть если не мешаются все можем сохраняться готовая штука для использования давайте даже проверим сейчас как bake окей то есть вот у нас все уже экспортировалось даже давайте мы ее тогда назовем не кривые пазов а вообще так готовые для запекания в данном случае можно назвать как угодно так наша группа и вот здесь тоже нам нужно это запечь bake окей у нас точки аннотации должны быть вместе с надписью они у нас почему-то без надписи то есть текст у нас сюда заходит какой-то иной а не тот что мы так вот результат конкатенации должен быть правильно так ну-ка вот так вот сюда завести вот все теперь правильно вот сохраняемся немедленно то есть теперь когда мы выключаем наш definition вот мы имеем надписи которые так и обратите внимание что вот у меня одни стороны поверхности показываются другим цветом я это в прошлом уроке показывал на всякий случай еще раз показываю это вот дисплей настраивается вот color backfaces подсвечивать обратные стороны потому что то как вы развернете с какой стороны так скажем поверхности будет она в зеркальном отражении или в нормальном виде это важно то есть теперь мы можем взять любую поверхность выделить все точки прямо не глядя там допустим все точки аннотации выделить все кривые и теперь можно смело разворачивать и посмотреть чего получится то есть вот мы видим что вот у нас получились все наши надписи допустим если сейчас мы из этой нашей поверхности кривая из объектов сдублируем границу саму эту поверхность можно спокойно удалять и вот уже печатать единственное что вот эти вот точки аннотации преобразовать тем инструментом что мы делали в прошлый раз так выделяем их преобразовать в надписи вот он наш текст если слишком маленький размер можно прямо edit select objects текст вот он текст и в его свойствах задать ему размер побольше вообще конечно чтобы так не мучиться с выделением можно поступить гораздо проще один раз сделать кнопочку вот наподобие этой я вот щелкаю в любом месте правой кнопкой мыши нажимаю new button у меня выскакивает такое окно там достаточно ввести вот вот эти команды ну и можно сделать картинку я просто скопировал из предыдущих вот на edit вы щелкаете и здесь есть вот в файле экспортировать картинки из готовых кнопок импортировать либо просто нарисовать все и когда вы сохраните у вас будет такая кнопочка значит что вы делаете вы нажимаете кнопочку указываете какую-нибудь поверхность и подтверждаете все и она у вас уже развернулась вместе со всеми надписями и со всеми точками аннотациями другими точками то есть не надо вот это выделять одно выделять другое выделять третье достаточно лишь указать поверхность то есть вот эта кнопка здорово вам сэкономит время то есть вот она то есть там unroll surface подчеркивание это говорит о том что если вдруг у вас стояла какая-нибудь другая локализация он бы использовал оригинальную команду то есть английскую потом стоит паузы то есть надо подождать вашей реакции и вот выделить точки если вдруг вам нужны какие-то точки точки аннотации выделить кривые и все окей и теперь давайте проверим это на другой конструкции насколько это у нас все работоспособно давайте например возьмем другое крыло оно у нас со всякими там отверстиями то есть давайте отверстия все зальем ну не обязательно но лучше выровнять вот эти конфликты поубирать так это у нас унифицировать нормали и теперь значит заходим в наш grasshopper выбираем секундочку вот исходный mesh вот пожалуйста вот у нас все надписи все поверхности все готово можем например давайте вот так то что мы уже сделали какую-нибудь другую лучше всего переместить в какой-нибудь другой слой давайте делаем слой такой готов войдя их туда переместим change скроем его и сделаем снова break вот пожалуйста вот у нас готовые конструкции то есть жмем нашу кнопочку кстати не обязательно одну поверхность можно и множество поверхностей этой кнопкой сделать то есть вот все то есть сама поверхность там в принципе не нужна кривые из объектов границу я для себя сделал такое вот меню где у меня все это есть называется меню pop-up то есть при нажатии на колесико у вас выскакивает менюшка вот если за ее корешок потянуть вот она у вас готова если допустим у вас где-то есть какие-то кнопки вы можете control нажимаете наведя на кнопку ее просто сюда перетаскивать то есть копировать shift позволит вам перемещать но перемещать я думаю не самый разумный вариант лучше копировать с control и сюда можете перемещать отсюда что-то выкидывать допустим и в этом pop-up и у вас будет сохраняться есть много кнопок сделать самостоятельных например сделать границу вот например кнопочка если его закрыть то только по нажатию кнопки под колесиком будет выскакивать все теперь я могу поверхность удалять и могу с этим делать все что угодно то есть раскладывать куда-то там превращать и так далее сейчас мы создали довольно таки универсальную конструкцию то есть это подходит для других объектов но вот крыло само по себе вещь такая очень специфическая то есть очень узкая конструкция здесь наверное желательно применить немножечко другой подход давайте начнем новый definition можем из старого завести сюда например тоже крыло то есть взять из каких-то предыдущих или просто заново давайте откроем наше крыло вот оно по нему отмасштабируем чтобы нам легче было крутить заведем в краскопер вот значит на чем я хочу основу то есть я хочу сделать такой каркас который будет вдоль всего крыла по его середине то есть такая основная такая то есть я хочу сделать каркас чтобы по периметру всего крыла была основная доска основной лист а вдоль крыла лежало несколько таких балок на которые мы наложим доски в последовательности изогнув их то есть для начала мы создадим в районе такую плоскость по трем точкам основываясь на середочках крыла и спереди постараемся найти самую середину вот и эта плоскость нам послужит основой то есть мы возьмем поверхности bounding box габаритный контейнер а вот ту плоскость что мы создали она и будет у нас давайте ее заведем с advanced surface можно ее скрыть она и будет вот этим самым плейном то есть плоскостью в которой это все будет происходить то есть вот мы видим что наш bounding box как раз вдоль всего крыла находится теперь давайте найдем ту плоскость которая как раз вдоль всего крыла его пересекает мы сделаем тоже mesh из нашей плоскости чтобы не было сложности идем в пересечении берем здесь пересечения mesh и mesh и вот пересекаем вот наш исходный mesh и нашу плоскость давайте bounding box скроем и эту можно тоже скрыть так и вот mesh тоже нам не нужен так крыло можно тоже и вот видим что вдоль середины его всего идет значит линия но она разрывается у нас все потому что вот grasshopper не всегда несмотря на то что это габаритный контейнер не всегда понимает что это все таки входит в пересечение то есть нам стоило бы слегка этот наш габаритный эту нашу плоскость слегка увеличить и так мы идем в трансформации и вот у нас есть допустим вот scale равномерное масштабирование можно допустим взять центр раз ему хочется из нашей геометрии так фактор здесь стоит 0.5 а мы помним что он меньше единицы уменьшает больше единицы увеличивает давайте сразу возьмем 2 тут нам так как это будет не видно это не важно то есть вот наш крыло главное чтобы оно осталось той же плоскости и эту геометрию мы уже превразуем в брэп вот давайте так немножечко это оттащим чтобы не было нагромождения вообще лучше всегда делать как можно аккуратнее тогда нам самим будет впоследствии понятно так все это можно скрыть и смотрим вот и сразу пересекать стало во всех местах без всяких исключений даже можно сделать сразу поверхность по вот этим нашим кривым так и что-то еще ему не нравится по неизвестной причине он не захотел построить эту плоскость но ничего страшного вот сейчас мы заглянем вот сюда вот видим что это поле лайн то есть ломаная мы тогда из этой ломаной перестроим другую ломаную возьмем контрольные точки вот в анализе кривые анализ есть контрольные точки мы их отсюда возьмем возьмем вот она ломаную по этим точкам построим closet обязательно переставим на true то есть истина да и вот вместо предыдущей кривой заведем новую и вот поверхность у нас построена вот такой вот grasshopper то есть это дело обычное привыкайте в общем-то эти все точки и линии можно поскрывать они нам только будут мешаться поверхность наша есть если сомневаетесь можно сделать ей bake вот она сразу урайна появилась так поехали дальше теперь нам нужны поперечные сечения то есть по тому же самому принципу что мы делали раньше можно даже ту же конструкцию взять из предыдущего образца но лучше повторить то есть нам нужен bounded box вот у нас он есть из bounding box нам нужны его запчасти то есть берем на deconstruct breb то есть нам нужно его сразу скрыть какая-то грань его нужна давайте в наборах возьмем элемент списка какая-то из фейсов нулевая нам очень даже годится ее оставляем и нужна нам еще где-то в другом месте это сделаем нужна еще какая-то из пусть будет для начала чем с нуля итак нам нужна линия по которой мы это все протянем вот это будет единичка то есть можно направление опять по тому же принцип упустить то есть просто прибавлять то есть допустим математика плюс один сразу сюда заведем принудительную единицу так здесь у нас индекс ноль то есть вот от нуля прибавляем единицу получаем вот этот индекс можно сразу проверить насколько это работоспособно то есть на нуле работает на единице работает так давайте запоминать сразу ноль это у нас направление по x единица это направление по y так и по z давайте так немножечко растянем нам будет легче тогда так и вот по z это аж 10 0 1 10 да предыдущие нам не годятся то есть можем мы сразу взять и взять вот такую панель текстовую 0 даже можем сразу писать чтобы она не путаться x равно 0 с пробелами там было написано y равно 1 и z равно 10 вот так вот в этом bounding боксе у нас значит вот так располагаются наши направления так и давайте сразу тогда сюда заведем то есть когда у нас вот здесь вот индекс 0 а здесь плюс единичка к нему то срабатывает хорошо когда здесь индекс 1 тоже срабатывает хорошо и когда z срабатывает хорошо то есть к этому индексу всегда должен прибавляться вот эта единичка то есть мы можем сразу сделать наш список выпадающих значений давайте прямо отсюда вот мы их скопируем пойдем в параметры возьмем вот выпадающих список value list список значений его сразу edit отредактируем сюда вставим ок то есть вот таким образом и таким образом то есть от этого индекса всегда будет прибавляться единица и давайте проверим срабатывает срабатывает все отлично давайте его сразу переименуем это у нас будет направление все вот у нас есть так этот нам больше мешается не нужен это все лишнее все направление можно даже вот его оттащить сразу куда-нибудь на краешек чтобы не искать впоследствии ну опять же может быть и в этом месте он нам был понятнее в общем на ваше усмотрение и так вот у нас есть направление то есть мы сейчас возьмем трансформации и будем его перемещать копировать то есть мы вот этот вот элемент фейс вот этот какой-то он сейчас стоит давайте сюда поближе чтобы было видно сразу вот по x возьмем для начала этот элемент мы будем двигать так мы будем двигать вдоль вот этой линии которую мы еще не разделить давайте ее разделим ну например ну давайте почему не по длине давайте по длине разделим тогда будет все четко не надо будет там выгадывать то есть если допустим у нас ширина доски там сколько она у нас там будет ну пусть 100 миллиметров вот длина 100 и значит у эту кривую мы по 100 поделим вот ну и давайте для большей зрелищности 50 здесь поставим будет более полосатый изменить это никогда не поздно и значит вот от начала этой линии мы построим отрезок до каждой точки значит давайте где у нас начало вот у нас начало конец который из них начало который конец давайте таким образом вот старт совпадает отлично значит мы построим отрезок отрезок от начала и до каждой точки вот у нас получится здесь значит 31 отрезок так и вот даже можно сразу же таким образом вот вот у нас получились значит наши секущие штуки но так как крыло у нас все-таки из меша состоит то есть мы просто так меш и вот эти наши нарпс поверхности баунинбокс это же нас поверхность мы не сможем пересечь ну или будет проблема в общем лучше сразу привыкнуть что когда это нужно сразу из-за этого создавать аналогичные объекты то есть мы их преобразуем в меш вот таким образом это скроем и теперь мы можем взять интерсект пересечения меш и меш вот второй объект это будет вот эти у нас штуки плоскости а первый объект это вот наш исходный меш исходное крыло так теперь их можно превью скрыть и вот мы видим сечение но не торопитесь радоваться эти сечения нам не дадут хорошего результата хотелось бы но к сожалению нет то есть если например мы сейчас попытаемся сделать из него лофт по поверхности по кривым мы увидим ну во первых он вообще в принципе по дереву не хочет то есть вот здесь откуда-то вдруг взялось дерево то есть видимо он посчитал что это разные кривые где-то может есть какая-то незамкнутая кривая хотя вроде все замкнутые в общем сразу можно их флатно то есть он перебирал вот теперь он будет тормозить то есть ему не так просто в лофт штука тоже такая сильно отъедающая ресурсы поэтому ее нужно применять аккуратно но это единственный способ построить поверхность по существующим кривым и вот мы видим здесь начались вот такие вот свистопляска такая это потому что направление у этих кривых не совпадает теоретически можно было бы это направление по какой-то кривой переделать но поверьте мне дальше пойдут тоже сплошные сложности и проблемы поэтому мы просто это вообще исключим решение здесь такое нам желательно получить две части крыла верхняя часть крыла по которому ляжет нижняя и вот тогда уже все будет гораздо проще и аккуратнее то есть мы сразу же не будем раздебивать вот эти существующие кривые на части потому что это тоже даст целую кучу проблем как ни странно как это нелогично звучит но я уже проверил поверьте мне вот мы просто сразу возьмем и получим лишь верхнюю часть кривой а потом нижнюю часть кривой для этого мы просто тот габаритный контейнер который мы пересекали мы его просто сдвинем вверх например и у нас будет только лишь кривая которая исходит от передней части крыла до задней части крыла и так значит что нам нужно нам нужно сдвинуть этот габаритный контейнер по вот этой вот линии сейчас она у нас не видна потому что она задействована тоже странность такая гросхопера почему он отказывается то что задействован уже показывать вот таким образом можно увидеть так не по этой линии я вру нам нужно сдвинуть его вверх то есть по давайте мы возьмем элемент списка и насколько я помню это у нас был десятый элемент да вот то есть вот по этой штуке мы должны сдвинуть его вверх наполовину так то есть так чтобы это все автоматически привязывалось у нас здесь в списке значений вот 10 то есть нужно создать условия если х равно нулю то значит наше новое значение должно быть равно 10 если х будет равно единице то наше новое значение должно быть через 1 в списке нулю если х равно 10 то через 1 то есть получается вот здесь непосредственно в гроссхопере условий нет но есть вот математика и здесь допустим есть такие вот равенства то есть если первое значение у нас первое значение равно нулю то значит тождество и давайте делаем их несколько по тому принципу что были у нас здесь так что там у нас еще в списке 0 1 и 10 здесь значит давайте поставим 1 а здесь давайте сразу 10 вот и значит теперь у нас получается список значений давайте посмотрим какие у нас какой список значений так шифтом мы вот и что мы здесь видим истина ложь ложь то есть из нашего списка можно отсюда отсеивать так ну давайте мы все-таки наш список отсюда вот так вот возьмем скопируем возьмем панельку в эту панельку мы вставим пусть у нас будет только лишь цифры ничего лишнего окей и мультилайн дата поставим ему чтобы это был точно список так вот из этого списка значит можно вот таким образом по шаблону убирать то есть вот наш список а это шаблон отбрасывания и давайте посмотрим что мы получим то есть берем снова панельку и мы получим 0 так если здесь мы выберем Z получим единичку если Y вернее то получим единичку если Z то получаем десятку то есть вот мы можем таким образом выбирать но это же по сути одно и то же что у нас здесь что здесь значение то есть мы должны сдвинуть то есть наш вот этот наше значение TR мы должны переместить на одно значение вверх то есть мы возьмем в набор сдвиг списка вот у нас наш shift list а сдвигать мы будем на два значения нам же надо чтобы через одно было правильно и давайте посмотрим тогда что у нас будет то есть при значении вот здесь Z десятки у нас ноль при X единица так то есть когда у нас X здесь должна быть десятка правильно так ну-ка вот десятка при Y единице у нас должно быть через одно ноль значит здесь а при Z которая у нас тут десяти равна здесь должна быть через один единичка вот правильно то есть на один надо сдвигать все вот на единичку сдвигать то есть тогда мы будем получать всегда нужное значение так то есть вот мы таким вот хитрым способом давайте ее вот так удалим если вам панельки мешаются их тоже можно удалить кроме вот одной единственной мы значит можем давайте так вот идем сюда вот так вот и таким образом значит мы имеем нужную нам противоположное значение давайте все-таки для понятности на x переключимся нам элемент списка вот из этих краев из списка этих краев нужен элемент с индексом вот таким вот то есть вот мы видим что вот из нужных краев у нас будет двигаться вверх всегда это кривой нам нужна вот середочка берем такой элемент точка на кривой вот и надо бы узнать где здесь начало и где конец то есть вот мы берем кривую и с помощью параметра точка мы найдем где у него начало вот начало внизу как раз хорошо все как нам надо и значит построим кривую это вот этот отрезочек у нас будет только начинается в начале а заканчивается в середке вот наш вектор и теперь мы наш bounding box можем сдвигать то есть по идее вот этот bounding box мы возьмем transform и перемещение то есть вот так вот вот его вот мы будем сдвигать а направление движения самого вот оно у нас так ну единственное что мы не сможем сейчас прямо отсюда взять потому что у нас отсюда берутся еще другие элементы давайте еще раз устроим пересечение то есть вот вот эту конструкцию сдвига так давайте мы ее просто пока скопируем таким образом и даже с этим элементом так скопируем и из этого bounding box мы получим наш breb так вот это нам сейчас не нужно больше так давайте чтобы у нас просто видимость была все лишнее поскрываем так превью берем так и кроме пересечений собственно вообще ничего не надо видеть можно вообще все скрыть и так значит давайте есть что-то лишнее давайте посмотрим вот это вот эта штука нам понадобится это же у нас поверхность правильно так что давайте вот это все мы оставим так вот здесь у нас что-то лишнее вот так удаляем и видим работоспособность от этого не ухудшается все то есть вот все давайте это сохраним вот теперь уже вот по этим кривым мы теоретически могли бы построить так но видим что вот у нас здесь тоже есть такая вот неприятная особенность то есть давайте посмотрим на них на список есть вот анализ у кривых анализ и мы в этом анализе можем увидеть есть ли у нас тут замкнутые и видим что вот у нас практически все не замкнутые и одна все-таки замкнутая вот она на самом краешке вот по непонятным причинам не хочет он их пересекать то есть он должен был отсечь эту кривую если мы заглянем в настоящее положение вещей давайте покажем нашу эту поверхность вот она по которой собственно и выстраивается bounding box давайте заведем в рай наше пересечение прямо вот bake сделаем ok вот наша кривая вот наша поверхность ищем пересечения intersection вот прекрасно пересекается так что дело просто в горскопере это он work in процесс то есть он еще в разработке и глюки там еще не все убраны я так понимаю дело в этом глюки но зато вот именно из этой вот штуки которая нам анализирует замкнутость кривых здесь вот есть два выхода closet это закрытая а периодик это та которая открытая единственное что плохо ну то есть те которые не замкнуты так давайте раскроем чтобы не мешался единственное что плохо это то что отсюда выходит вот не сами элементы а лишь их состояние так скажем нам нужно отсеять часть этого списка то есть сейчас у нас отсюда выходит давайте глянем вот они наши все не замкнуты кроме последней вот эту последнюю нам нужно отсечь она может быть и не последней еще какой-то главное что нам нужны только не замкнуты кривые ну что плохо вот это лишь состояние кривых то есть мы не можем прямо отсюда взять но мы можем по этому шаблону отсеять мы идем в список находим здесь такой диспетчер диспетч вот этот список мы вот по этому шаблону отсортировываем посмотрим что у нас получается берем наши кривые вот из этого списка у нас выходит только одна а здесь все остальные вот это мы и будем использовать и давайте сразу это проверим возьмем и попробуем лофт сейчас он будет думать потому что это ему не такая простая задача тем более здесь наверняка все перепутано это же гроссхоппер здесь было бы странно если было бы иначе видите перепутано направление у нескольких штук почему никому непонятно и неизвестно но это все исправимо это не смертельно давайте мы этот лофт пока уберем вообще желательно все эти кривые перестроить сразу то есть мы идем в кривые утилиты здесь такой есть rebuild то есть если мы эти кривые перестроим то мы убьем сразу двух зайцев так пардон вот эти кривые если мы эти кривые перестроим то мы убьем сразу двух зайцев так давайте ее уберем так во первых вот они кривые у нас здесь сейчас по умолчанию ничего не стоит да если они у нас будут вот в степени 3 то это будут такие очень плавные кривые степень 2 это тоже плавные но грубее а вот если в степени 1 то это будут вообще прямо ломаные кривые такие вот и число это количество точек если допустим мы возьмем так грубо говоря 3 точки вот мы видим что поверх кривые становятся у нас состоящими из всего трех точек раз два три то есть такие углом а нам для того чтобы сделать минимум наших то есть доски будут изгибаться дугой но чтобы опереть их на минимум вот этих вот вдоль крыла которые будут идти балки то есть балок тоже нам желательно как можно меньше тогда меньше материала уйдет а жесткости и так достаточно крыло не слишком большое то есть мы сделаем чтобы у него число было три а степень тоже три и тогда они как раз будут дугой то есть опираясь всего на три точки на середочку и на кончики у нас получится вот такая штука так давайте мы это скроем покажем нашу вот эту вот поверхность которую мы не зря создавали то есть у нас будет здесь такая площадка так скажем и на ней будет лежать передняя часть наших досок задняя часть а посередине мы сделаем ребро жесткости ну или можно еще сделать дополнительные здесь промежутках но начнем с середины так что вот уже по этим кривым можно смело строить тот же самый даже лофт то есть давайте возьмем поверхность лофт так мы забыли что он у нас путает здесь так значит нам нужно эти кривые немножко модернизировать мы вот их перевернем но не все потому что это смысл все равно теряется то есть они будут в разных направлениях но эти перепутаны так и останутся в другом а по одной из кривых мы вот есть такой гайд такой направляющая такая скажем ну то есть как бы образец такой то есть мы возьмем из этого списка вот здесь по умолчанию первый самый элемент и он и будет у нас направляющим а вот уже из них мы делаем лофт и вот мы видим что все в таком случае лофт делается даже можем сразу бейк сделать и посмотреть что получилось вот такая получилась поверхность единственное что нам нужно здесь опцию поставить чтобы этот лофт у нас был с прямыми сечениями то есть вот здесь есть вот такая штука опции для лофта либо можно прямо через него заводить так и значит давайте мы здесь поставим тип type вот здесь у нас есть страйд то есть прямые сечения так ну создан поверхность мы давайте отсюда уберем и тогда у нас получится точно как у досок то есть вот они наши прямые сечения а потом когда мы эту штуку давайте снова сделаем бейк единственное что видим что здесь направление у нас не в ту сторону смотрит но придется нам после его изменить то есть когда мы это попытаемся развернуть так давайте вот отсюда развернем его так пусть даже разбивает и метки пусть поставит автоматом ничего страшного так то мы вот увидим что вот они наши досточки чудесненькие все только режь все уже нужные нам элементы есть теперь нам нужна какая-то средняя балка которая будет удерживать вот эту возвышенность посередине то есть давайте мы ее создадим тем же способом то есть перемещением баудинг бокса давайте найдем наш баудинг бокс так вот он наш баудинг бокс и у него есть набор возьмем элемент списка фейсы у него есть вот они давайте выясним какой нам нужен переключимся на ноль так давайте так вот подальше отойдем и вот первый нам годится так то есть у нас тут плюс один то есть можно прямо так скопировать все нас устраивает вот этот элемент мы сдвинем так давайте значит какая нам нужна теперь грань по которой сдвинем вот нулевая нам очень годится так сейчас у нас там стоит как раз по x то есть от нуля так и этот элемент тоже оттуда же исходит все правильно все тогда у нас будет автоматически пересчитываться и так вот наши чтобы их не путать как-то отдельно нам надо разместить так значит нам нужно от этой линии середочка вот 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 возьмем середа и построим вот такую штуку ну в общем по такому же принципу сдвинем то есть от начала данного элемента сейчас мы выясним где у него начало точку то есть то есть отсюда из конца до середины и вот этот элемент мы сейчас сюда сдвинем то есть мы идем в трансформ сдвиг геометрию будем двигать вот по этой линии то есть это нам смотреть не обязательно это тоже вот он и теперь нам собственно его как раз с нашим лофтом и будет самая подходящая пересечь единственное что вот видим середка здесь нам все-таки далековато да то есть мы можем вот эту штуку вот так спокойно регулировать и найти где бы нам было оптимально его давайте вычислим пересечения так это интерсект вот это у нас брэпы то есть наш поверхности вот и у нас есть пересечения вот она у нас есть его наверное попробуем спроецировать возьмем значит кривая утилита вот проецирование значит какие мы кривые будем и куда проецировать проецировать мы будем на нашу вот эту вот поверхность где-то она там внизу была вот на эту вот вот видим что она у нас спроецировалась вот эту штуку скроем отказался горсхоппер строить здесь и лофтингом и объединить кривые как мы сделали раньше и перестроить из них поломанные но согласился построить по двум рельсам то есть вот мы если возьмем свободной формы здесь у нас есть свитер рельс вот он по двум рельсам то есть у нас есть уже рельсы рельсы 1 и ее проекция но нет секущей то есть самой формообразующей кривой давайте мы пойдем кривые возьмем здесь кончики от этой и от этой и построим прямой отрезок от начала и начала например да вот он как раз и это и будет наш секущий вот и тогда он построил нам нужную кривую ну и осталось только лишь обозначить то есть поставить обозначение и потом их уже можно будет разворачивать вот у нас есть кривая мы ее перестроим rebuild и сделаем вот таким образом то есть степень у нас будет 1 то есть чтобы она вообще была такая вся ломаная а счет у нас должен соответствовать вот этим вот нашим количеством наших вот этих вот досок досок какой же у нас здесь счет этих наших досок так то есть нам надо найти то место где мы делали эти доски это у нас такой лофт вот 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 у нас кривые которые мы брали вот здесь у нас количество то есть мы идем в наборы берем длину списка вот 29 элементов можем даже сюда поближе завести и вот он наш счет и давайте проверим теперь как точки совпадают возьмем контрольные точки и посмотрим они должны у нас лежать как раз на краешках вот как замечательно мы даже можем прямо вот сюда номера поставить и тогда мы будем на каждой доске иметь обозначение то есть мы будем знать вот это место допустим как оно относится и к левой доске и к правой доске и к тому который у нас в качестве подпорки то есть самое вот удачное месторасположение будет наших точек давайте мы им создадим значит так дисплей возьмем вот наши так и 3D так 3D так для того чтобы мы его просто увидели здесь в граскопере а так это для того чтобы мы его из него сделали точки аннотации с которых мы позже сделаем наше обозначение так давайте сразу размер зададим побольше а текст у нас будет вот количество точек мы сделаем серию серию из 29 точек чтобы не было нулей мы поставим сюда вот такой интеггер ну давайте сначала сделаем так потом я интеггер ставлю чтобы вдруг что-то забыли чтобы снова вспомнить то есть вот у нас серия даже можно сделать вот так поменьше вот у нас по умолчанию с нулями идет ну то есть серия выдает нам с десятичной запятой а интеггер это целое число вот оно позволит обрезать все все ненужное то есть вот можем и тексты сюда вставить единственное что у нас будет много всяких цифровых обозначений предлагаю сюда добавить какую-то буковку еще то есть мы давайте вот возьмем панельку добавим ну не знаю какую-нибудь надпись типа вверх или просто в этом ну такое что-то что понятно потом мы идем в наборы здесь в тексте у нас есть конкатенация то есть такое хитрое сложение то есть мы вот этот фрагмент складываем с этим фрагментом и получаем вот такой результат то есть давайте даже поменьше сделаем и вот у нас будет верх или можно наоборот сделать то есть допустим это фрагмент а это фрагмент б и будет наоборот вот так вот а здесь чтобы было паузу пробил можно так пробельчик поставить все вот пробил и теперь когда мы эту штуку bake сделаем окей у нас секунду текст мы здесь не заменили вот так вот мы когда сделаем bake то получим вот такие точки аннотации которые мы потом смело можем развернуть вместе с поверхностью и превратить в надписи так замечательно все сохраняем давайте это вернем можно пока далеко не отошли кстати обозначение сделать вот на этой штуке низи то есть у нас вот эта вот кривая на основании лежит как раз и мы можем сделать то же самое то есть мы ее вот именно вот это можем прям всю конструкцию так вот отсюда взять вот так вот со степенью ее так скопировать подальше и кривая у нас вот это будет вот только здесь мы изменим надпись вверх на низ или основа что-нибудь такое вот будет у нас потому что у нас же сейчас будет еще обратная сторона крыла это будет низ вот так основа ну или можете обозвать как-то по-своему это не так важно главное чтобы они были у нас на местах чтобы они совпадали так единственное что нам вот на основе то как раз столько надписей то и не нужно по идее нам достаточно одной только линии правильно то есть можно здесь счет поставить допустим вообще один например а тогда кривая не будет перестраиваться тогда мы можем просто исключить вот эту вот перестановку а вот так вот здесь будет совсем мало точек так вот так количество точек мы возьмем и сюда вот заведем то есть мы вот так длину списка заведем вот сюда все и теперь у нас сколько здесь точек две точки столько и будет надписи главное что они есть и они совпадают в местах расположения все замечательно сохраняем так вот дошло дело до передних можно обозначить сразу и передние кривые и задние вот наверное они вот это так ага раз они задействованы показывать он их отказывается ну давайте обманем это хитрый гроссхопер так а сколько здесь у нас кривых одна полилиния а нам надо концы досок тогда наверное нам придется создать кривую то есть раз у нас лофтинг от этой все ясно в общем лофтинг у нас по дугам строится как пленка натягивается на каркас допустим в какой там теплице вот и мы поступим так же то есть у нас есть линии которые строят лофт где наш лофт строится давайте F3 английский лофт вот он наш лофт и значит вот он по этим кривым у этих кривых есть тоже начало конец берем значит определение кончиков давайте посмотрим который из них вот конец обязательно эти надо взять которые выровнены а то там будет все опять перепутано давайте все таки вот так вот отсюда начнем с этой видной стороны ну и все то же самое то есть вот эти конструкции мы можем прямо отсюда сверху у нас здесь все уже готово прямо так скопировать единственное что длина у нас одинаковая везде прямо я тяну во время протягивания нажимаю alt все у меня скопировалось единственное что вот точки то есть у нас вот они а кривые еще по ней не построено то есть мы берем кривая вот такая вот ломаная и вот и вот из нашей кривой мы возьмем точки так то есть вот это мы удалим нам не надо и вот местоположение здесь и здесь вот так вот и что нам сделано значит так вот смотрите что интересно получилось значит здесь он начинает единица здесь с 28 то есть наоборот нам надо во-первых определиться чтобы он начинал вот с чего-то одного допустим с нуля там или с единицы потому что здесь ноль а здесь единица то есть чтобы не было путаницы давайте вообще сделаем чтобы вот допустим я поставлю единичку и вот этот вот эта серия всегда начиналась у нас с единицы вот во всех наших вот этих штуках вот так вот тоже с единицы чтобы все начиналось а во-вторых чтобы они шли откуда-то с одного края ну мне кажется от крыла было бы разумно считать то есть получается что вот эти нам нужно развернуть поверхности то есть они у нас уже тут развернуты так давайте еще раз ее развернем вот так эту штуку кривую и и везде где она заходит мы вот Ctrl Shift и переставим вот так вот все и теперь смотрим значит единственное что у нас теперь вот этот все начинается с единицы правильно но перескочило на эту кривую ну давайте не будем мудрствовать лукаво вот на этих обозначениях просто переставим у нас будет не верх а не побоюсь этого слова зад 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 вверх основа и вот теперь такую штуку сделаем с другой стороны так то есть у нас идет вот вот это мы копируем только у нас идет вот от точек начала вершины так и спереди у нас будет не зад конечно же а перед вот так все и теперь мы имеем перед вверх основа и зад так и все начинаются соединиться чудесно вот сохраняем и теперь нам надо сделать все то же самое но только с нижней частью крыла так значит мы перемещали наш bounding box и его уже начинали резать да давайте вот он наш bounding box так и мы его перемещали так мы его перемещали значит вот сначала ну-ка давайте превью поставим посмотрим чего там где да а теперь я так полагаю надо сделать все то же самое но только с конца то есть если мы например сейчас вот эти наши объекты вот это все вот это все скопируем давайте подальше так вот но только здесь возьмем вот не старт а энд вот и у нас все должно быть наоборот так единственное что нам все чудесно все получилось многие надписи просто не нужны так давайте сейчас вот это единственное которое понадобится только мы ее изменим на низ низ все остальные у нас просто дублируются какой нам смысл дублировать правильно то есть вот это мы можем просто смело удалить надпись вот это у нас тоже дублируется тоже можно ее туда же отправить потом что там у нас еще все больше ничего не дублируется единственное что меня в нашей конструкции смущает все чудесно кроме того что вот наша поверхность которую мы строили в качестве основы на которой все должно лежать так вот она у нас вот это вот она не лежит на одних точках вместе с нашими вот этими новыми обозначениями а значит и развернуть ее с обозначениями не получится я предлагаю ее просто перестроить по точкам по кончикам вот этих вот наших вот дуг которые доски образуют то есть мы уже по этим кончикам так что то у нас тут выставляли начало и концы единственное что они у нас идут как мы видим в одном направлении то есть нам нужно будет взять так вот допустим с этого начать с левой части и вернуться снова к началу то есть одну часть этих точек обернуть наоборот то есть у нас есть два списка вот они у нас список начал вот они пойдут так то есть нам нужно прямо взять наши точки так ну давайте я не знаю куда-нибудь давайте сюда что ли в список заведем вот а второй список нам нужно наоборот сделать обернуть лист и здесь вот у нас должен быть такой реверс лист то есть наоборот сделать вот этот концы мы реверс нем наоборот его прямо сюда добавим то есть у нас получится такой длинный список точек так возьмем кривую и вот из этих точек мы сделаем такую штуку и клозет обязательно поставим клозет значит замкнуть да замкнуть до конца и давайте поверхность сюда по кореям кривых и давайте посмотрим сделаем и бейк последний созданный объект вот и она у нас должна точно попадать все и вот ее то мы уже сможем смело разворачивать вместе с обозначениями единственное что вот здесь тоже у нас скорее всего проецирование не совпадает то есть давайте мы вот эту нашу штуку оттащим в сторону вот это кстати можно без всяких панелей панель удалим так вот эту конструкцию чтобы ни с чем не спутать мы оттащим куда-нибудь в стороночку и так мы ее оттащим вот сюда вот сюда и попробуем то что шло к ней завести сюда ну и может быть правда сложность потому что все-таки мы давайте отменим что не решилось мы же все-таки ее могли где-то там задействовать проверим нет все прекрасно получилось все у нас все отлично получилось это наша поверхность исходная тут нам даже и не не нужна можно ее чтобы не мешалось удалить со всеми ее штуками вот она наша поверхность и осталось нам только это дело все оформить вывести куда-то на бок чтобы это все можно было кучкой запекать то есть мы в параметре возьмем геометрию вот здесь параметр геометрия и в эту геометрию запихнем все что здесь нам может понадобиться там какие-то точки кривые в общем в эту геометрию мы можем с шифтом добавить все что нам нужно запекать кроме единственное вот этих вот наших 3d тагов вот этих потому что у них вот как мы видим нет выходов все остальное можно сюда добавить то есть мы можем Продолжение следует...